Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И обсудим мы сегодня еще одно понятие, это понятие рефлексии. Что обычно понимается под рефлексией? Направленность мышления на само себя. Обращение внимания субъекта на само себя и на свое сознание, в частности, на продукты собственной активности и также на их переосмысление. В общем, философское понятие рефлексии, оно более фундаментальное, чем психологическое. Дело в том, что психологи просто под рефлексией понимают некоторое мышление человека о самом себе, о своем субъекте, о личности своей. И из этого это такая поверхностная рефлексия. А философы понимают под рефлексией мышление о мышлении. И сразу же у меня лично появляются некоторые вопросы. А действительно ли рефлексия может обращаться непосредственно к мышлению? Как по мне, более вероятен вариант, что нет. На самом деле, чтобы мышление могло обратиться к себе, оно должно себя заново выдумать. Поэтому Кант, например, придумывает 12 категорий. Это философ, определенно занимающийся рефлексией. Собственно, если я не ошибаюсь, именно с Канта понятие рефлексии стало крайне модным. Потому что Кант использовал этот метод, и его критика чистого разума – это чисто рефлексия. Как бы Кант направил все свое сознание на себя же и открыл 12 категорий, которых на самом деле не существует. Прекрасно, тоже потрясающе. Так вот, дело в том, что для того, чтобы направить сознание на себя, нужно придумать вот это вот сознание. Чтобы направить мышление на себя, нужно придумать мышление. Чтобы начать познавать себя, нужно себя придумать. И когда люди занимаются рефлексией, лично, на мой взгляд, они занимаются самопридумыванием, так скажем. Они создают теорию своего внутреннего мира. Очень часто люди, кстати, говорят, мол, чем философ отличается от… Не философ, да, философ отличается от рефлексии глубокой. Например, Киркегор, он такой же потрясающий, такой умный. А если мы посмотрим на рефлексию с такой стороны, как я, предлагаю, что это просто те же самые физические теории, только направленные внутренне на человека. Ну, из этого получается проблема. На самом деле, философу не обязан быть рефлексивным. Рефлексия не является основным качеством философа. Философ – это тот, кто придумывает концепты. Ну, это тот, кто обладает продуктивным мышлением. В том числе, он может придумывать концепты внутреннего мира человека. Говорить, вот у меня есть вот такие качества, у меня есть там внутри бессознательное, сознательное, суперсознательное. Эго – оно, они, все они, вот и внутри у меня. Вот рефлексия как-то так работает. И люди постоянно придумывают какие-то новые термины, новые тезисы относительно внутреннего состояния, основываясь на вот этой вот прекрасной рефлексии. Только, а в чем проблема? А почему пришественники, например, не замечали наличие вот этого массива бессознательного, например, который вел Фрейн? Это же колоссальная вещь. Как ее с помощью рефлексии можно было не заметить, в принципе. Вот люди, да, занимаются рефлексией. И пытаются познать свой внутренний мир. Пытаются познать, как он устроен. Пытаются познать сознание и бессознательное. Как же, как же люди могли упустить, упустить вот эту вот колоссальную бездну бессознательного? Ну, если рефлексия действительно работает, то, ну, определенно мы, как бы, обращаемся к своему внутреннему миру. Мы вот так по кругу прошли, направили свое сознание на свое сознание, свой ум на свой ум, свое мышление на свое мышление. И как бы все, оказались внутри и пытаемся его осознать. И непосредственно мы сталкиваемся, все люди должны сталкиваться с определенными какими-то субстанциями, вещами. Определенными, в общем-то, явлениями внутри сознания. И бессознательное, в том числе, одно из них. Ну, я сейчас сознание непосредственно нередко употребляю именно в общем смысле. Поэтому не обращайте внимания под сознанием, и я имею в виду все наше внутреннее содержание тогда, в данном случае. Поэтому получается, что сознательное включает бессознательное. На деле же в теории Фрейда это не так, конечно же. Ну, так вот, в чем заключается мощь вот этой рефлексии, если все люди, которые обращаются внутрь себя, получают разные результаты. Все крупные философы, которые использовали рефлексию, так или иначе, индусы, например, использовали рефлексию. Конечно, использовали. Это основной метод их опознания. Потому что они занимаются разработкой психокосмоса. Почему у них у всех разные системы? А почему там в одной учении 24 татва, а в другом 64, например? Почему у Фрейда там бессознательное есть? Так это бессознательное вообще нет. Почему буддисты не признают бессознательное? Почему все там в сознании? Потому что это все выдумки может быть, например. А может быть и нет, конечно же. Но мне, по крайней мере, кажется, что ни одна из систем, основанных на рефлексии, не является чем-то истинным. Мне кажется, наоборот, все эти системы, они вымышленные. Они выдуманы, да. Но при этом они дают некоторые определенные результаты полезные. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!